Накануне Центральная избирательная комиссия огласила результаты трехдневных выборов депутатов в Госдуму России и Законодательное собрание Приморского края. Кандидат политических наук Кирилл Колесниченко и приморский политический обозреватель Александр Салков в эфире «Радио Лемма» обсудили ход голосования и подвели его итоги, а также рассказали, какие результаты кардинально отличились от прогнозов. Ни для кого давно не секрет и, в принципе, прогнозировалось, что та же КПРФ получит хороший процент здесь, но то, что результат будет настолько высоким, наверное, вот это стало неожиданностью. По мнению экспертов, в процессе выборов принципиальных нарушений на избирательных участках не было, однако не обошлось без провокации со стороны представителей некоторых партий. Кандидаты от КПРФ пытались изначально скандализировать процесс голосования, пользуясь тем, что, в принципе, широкие массы населения досконально не знают избирательного законодательства. И вот, то есть, заходит много таких роликов, да, заходит представитель этой партии на избирательный участок, начинает снимать, там, чуть ли не подносует председателю комиссии телефон, там, начинает их, ну, провоцировать изначально, выбивать из колеи, конечно, вот здесь, ну, такие моменты были. Специалисты заключили, что прошедшие выборы выявили много проблем в регионе, которые теперь предстоит решать властям. В частности, речь идет о нехватке квалифицированной медицинской помощи в районах края. Результат выборов, он тоже в определенной степени показал, что риторика вот эта, она на самом деле уже очень наболевшая. Ну, там, когда людям приходится ехать в Владивосток, чтобы сдать там какие-то анализы, да, специфические крови, потом за 500 километров возвращаться, конечно, такого не должно быть. Зачастую есть оборудование, хорошее, современное, но его некому обслуживать. Вот это вот, мне кажется, результат, раз о нем озвучено на таком высоком уровне, об этом говорится, и даже предложены конкретные меры. Один из главных положительных выводов прошедших выборов – присутствие представителей пяти партий в региональном парламенте. Это позволит законодательному собранию края стать местом для дискуссий и повысить качество местной политической системы. Юлия Ракотская, Новости на Восьмом.